В последние 12 лет Кызджубе Каджиева перенесла инфаркт миокарда, микроинсульт. Постоянно пила таблетки. Её мучила одышка, иногда натеряла сознание. Сегодня, спустя 10 дней после сложнейшей операции, проведённой на сосуды головного мозга и сердца, 60-летняя жительница Ожской области чувствует себя хорошо. Я еле ходила, зрение ухудшилось, постоянно была отышка, не жизнь, а какой-то ад был. Сейчас отлично себя чувствую, как будто заново родилась. Спасибо нашим хирургам, они волшебники, всё могут. У Кызджубе Каджиевой действительно был сложный случай, говорит кардиохирург Мамудбек Акалбеков. Ей требовалось провести аортокоронарное шунтирование, то есть операцию на сосуды сердца. И одновременно эндортеректомию, удаление холестериновых бляшек сонной артерии. Сонная артерия у пациента была поражена холестериновыми бляшками на 90%, поэтому проводить операцию на сердце было рискованно. Пациент могла не проснуться после наркоза. Мы были вынуждены пойти на такой шаг. Поэтому одновременно мы удалили атеросклеротические бляшки сонной артерии, провели аортокоронарное шунтирование. Подобную операцию в нашей стране делают впервые, поскольку высока вероятность летального исхода. Но всё зависит от опыта и профессионализма специалистов. Каргызстанцев с таким диагнозом пока направляют на операцию в Россию или другие страны. Эндортеректомия на сегодняшний день является единственным хирургическим методом предупреждения инсульта. Да, проведением этой операции можно предупредить инсульт. Для начала нужно сделать исследование сосудов шеи. Первые признаки того, что сосуды поражены, является головокружение, кратковременная потеря сознания. Конечно, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, больше двигаться и находиться на свежем воздухе. Но если сосуды забиты на 80-90%, то там не обойтись без хирургического вмешательства. На сегодняшний день в Каргызстане больше 50% смертности приходит на заболевания сердечно-сосудистой системы. Лидирует по-прежнему инфаркт миокарда и инсульт. Врачи советуют вести здоровый образ жизни и, главное, избегать стрессовых ситуаций. Ведь, как известно, все болезни от нервов.